Всем привет! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Наверняка вы долго ждали видео, задавали вопрос, что нового происходит. Дождались, хочу показать новый вариант бутылкореда. Дело в том, что работа была напряженной. Сначала была такая версия, потом вот такая версия, потом такая версия, потом такая версия, потом вот такая. Ой, это не та. В общем, вот это все занимало много времени. Каждая из этих версий чем-то не устраивала, содержала какие-то доработки. Но в итоге, в оконцовье, мы все же пришли вот к такому варианту. Сейчас его покажу. Итак, отличия. Во-первых, основание стало шире. Для того, чтобы резать, для того, чтобы увеличить ширину разрезаемой ленты, пришлось поднять подшипники чуть выше. Соответственно, их больше раздвигает, когда мы режем. И нужно обеспечить большую жесткость основания, для того, чтобы оно не подвергалось деформации. Во-вторых, сейчас нарезаны вот такие вот шлицы на посадочные места осей подшипников. Они позволяют, если принтера у некоторых людей могут недоэкструдировать, либо переэкструдировать. И люди жаловались, что подшипники на оси садятся либо слишком плотно, их просто туда не затолкать никакими судьбами, либо влюфтят сильно. Использование вот таких вот шлицов, нарезанных, позволило решить проблему и одевать их очень плотно. Третье усовершенствование, которое я, в принципе, уже видел у некоторых из моих подписчиков, это быстросъемные подшипники теперь быстросъемные и фиксируется вот такой отрезком штанги с резьбой 5М и вот таким барашком. Как я изготовил болт? Такого длинного у меня не нашлось. Я штангу отрезал ну с выносом буквально там пол подшипника подшипник. Взял гаечку, положил ее на наковаленку и один раз стукнул молотком. Она примялась в посадочное место. Основание она входит нормально, но тем не менее не проворачивается и дает нормально закрепить подшипник на своем месте. После того, как вы распечатали ее, шлицы, по идее, не должны давать осадить подшипник. На них подшипник должен одеваться с большим натягом. Вы потихонечку осаживаете на миллиметр, потом снимаете. Осаживаете еще на миллиметр, еще снимаете, еще на миллиметр, опять снимаете. Таким образом проходите до конца посадки. То же самое делается и со вторым подшипником. Если вдруг у вас по какой-то причине не удается сдернуть подшипник, вы пожалуйста не рвите его, не отрывайте оси от станины. Возьмите какую-нибудь... Ну я вот брал головку на 12. Поставили головку на 12 и так вот ее зажали всю, ну вот каким-то таким крабьим захватом и молоточком или плоскогубчиками бьете по ней и выбиваете это основание из подшипника. Соответственно, если вы чувствуете, что у вас совсем ничего не идет и больше некуда осаживать подшипник, выбиваете его обратно, берете канцелярский ножичек и вот так вот джик лезвием по кругу прошлись буквально один раз по зубчику. Пробуйте снова. Скорее всего он у вас пойдет дальше осаживаться. И если он все-таки не осаживается, прошли по новой по каждому зубчику. Снова взяли, сняли чуть-чуть стружечку. После этого у меня обе оси сели нормально, то есть двух проходов хватило. Еще раз не срезаем и просто сцарапываем. Еще бы хотел показать качество реза этого бутылкореза. Так получилось, что я ошибся с толщиной стенки кеги пивной, и нарезал 5 миллиметров толщину ленты. Поняв, что она не проходит в экструдер для вытяжки, она обрывается и экструдер стопорится, я решил снять миллиметр ленты. Длина изначально была метров 30, наверное, и я все эти 30 метров прогнал через бутылкорез повторно, только с проставки уже на 1 миллиметр меньше. Ну вот это получилось отбой такой длиной 30 метров и он нигде не порвался, нигде не истончился, то есть он ровный на всем протяжении. Он весь по одному миллиметру. Не знаю, покажет это камера или нет. То есть это означает, что и изначально бутылка была нарезана в 5 миллиметров очень ровно и под конец. При повторной переработке от этих 5 миллиметров ровненько откусился еще один. Надеюсь, что камера передаст. Я заметил, что фиксирующее колечко на этот подшипник, на нижний, совершенно не обязательно добавлять. Он и так достаточно плотно осаживается. Снимать вы его уже не будете никогда. В принципе, можно с ним особо не миндальничать, а просто забить его прямо раз и навсегда, не снимая, не притирая ничего. Здесь вот вы видите коцки. Это до момента, покуда я разобрался, что можно выбивать этот подшипник, выбивать станину из подшипника ударами. Я пытался снять подшипники отверткой, но немножко покоцал. Проставки. Обычные проставки, которые используются и в предыдущей версии бутылкореза, они с усиливающим болтом, который тоже очень хорошо себя показал. Печатаем мы их на столе вот в этом положении. Вот так они должны относительно оператора располагаться на столе. Люди задавали вопрос о этой пустоте. Да, я специально ее сделал, потому что этот зуб лишний. Как показывает практика, лента должна заводиться по подшипнику. Когда она проходит, она должна уходить вот так, вот здесь и сюда. Не прямо, а вот сюда. По поводу зубчиков. Люди спрашивали, можно ли перенести эти зубчики вот сюда. В принципе, можно, но мы тогда сократим ширину реза. А я не хотел бы этого делать, потому что все мои проставки, которые я печатал, они вот в этом положении на столе замечательно печатались и все было круто. Тут вот стенка вот эта, она из одной линии состоит и используется только как поддержка. Тут вот жалуются люди. Борода там всякая, еще остальное. Ничего страшного, просто обламываете. Там, не знаю, можно ножичком подрезать и этого будет достаточно. Чуть некрасиво, но и мы все-таки не князья. Так, что еще собираем? Проставки я сейчас в репозитории выложил не все, но я их со временем все подобью. Там часть уже есть, они уже лежат и перевернуты так, чтобы вы их просто скачали, запустили и распечатали. В последней версии ватулкореза все уже подготовлено в правильных позициях, поэтому все будет лежать там. Закрываем это дело все барашком и проверяем как натяжение подшипник на подшипник. Можно чуть-чуть его еще. Все, он собственно готов к работе, можно резать. Так что вот такой вот небольшой обзорчик получился. Я его должен был снимать и снять еще до Нового года. Думал выпустить какую-то суперкрутую видяйку с каким-то ставками, спецэффектами и всем остальным. Потом плюнул, потому что я уже неделю не могу никак выложить совершенно простейший ролик. Скомпоновать его по-человечески руки у меня все равно не дойдут, поэтому я наверняка продолжу снимать свои видео в прошлом формате без подготовки, быстренько отстрелялся и пошел работать дальше. Все. Кто следит за проектом, спасибо. Привет, спасибо. Подписчикам тоже большое спасибо. Всех поздравляю. Всем пока. Будут вопросы, пишите. Спасибо. 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 Спасибо.